Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается VoidCube. Это модификация кубика робика 3х3. Единственное отличие – отсутствие центров. Остальные элементы такие же – 8 углов трехцветных и 12 ребер двухцветных. Оригинальная модель лишена крестовины и вращается хуже стандартного кубика. Также можно пронзить насквозь и видеть, что находится за кубиком. VoidCube может выглядеть по-разному. Это стандартная версия производства компании Lanlan. Есть вот такая, чуть скругленная и с другой цветовой схемой. Мы рассмотрим обе модели. Также, если у вас есть кубик с наклейками, то можно с него снять центры и получится VoidCube, но на крестовине. Мы видим цветные элементы только углы ребра, а центры одного цвета. Это равносильно оригинальной головоломке. Собираться будет также, но вращаться лучше. Хороший вариант, если не хочется покупать новую головоломку, но есть желание попробовать ее собрать. Аналогом также является вот такой вот кубик под названием Clover. Собирается точно так же, хоть и выглядит по-другому. Принцип сборки будет такой же, как у стандартного кубика Рубика. Немножко сложнее будет на первом этапе и может появиться Void паритет на последнем. Если вы умеете собирать кубик Рубика, то это вам очень поможет. Для тех, кто не умеет, я вкратце покажу все необходимые алгоритмы. На первом этапе в кубике Рубика мы должны собрать правильный крест. Если мы начинаем с белого цвета, то рядом с белым центром должны стоять четыре белых ребра, каждый из которых вторым цветом совпадает с боковым центром. Вот это правильный крест. Собирать его можно по-разному, процесс интуитивный. Можно ближайший поднять, поставить рядом, дальше посмотреть какой-нибудь еще, третий элемент и найти четвертый. Из разных положений по-разному можно ставить. К примеру, если будет в положении таком, надо сначала перевести на второй слой и оттуда уже поднимать. Если место занято, то его освободить. То же самое мы делаем, если элемент находится на первом слое. Поднимаем на второй и отсюда ставим на свободное место. Ну, с нижней грани интуитивно. Проверяем совпадение цветов ребер с боковыми центрами. Зеленый совпал. Красный нет. Оранжевый нет. Синий нет. Вращаем еще. Зеленый нет. Синий да. Оранжевый да. В методе для начинающих я показывал способ, как из этого положения, когда у нас правильное ребро, то есть совпадающее по цвету с центром перед нами, а другое слева. Мы делаем пиф-паф и все ребра становятся правильными. Вот эти пока не совмещены по цветам. Пиф-паф выглядит вот так. Поднимаем правую грань. Поворачиваем верхнюю по часовой. Возвращаем первое движение. Возвращаем второе движение. Ребро упало вниз. Поднимаем его и видим, что крест стал правильным. Также можно собирать крест сразу правильно, если запомнить порядок цветов. Берем первое попавшееся ребро, оранжевое. Мы знаем, что если перед нами белый цвет, здесь оранжевый, потом синий, потом красный, потом зеленый. Это можно не запоминать в кубике, а просто посмотреть по центрам. Синий, красный, зеленый, оранжевый. Оранжевый стоит. Значит, после оранжевого должно быть синее ребро. Ищем синее. Вот синее. Его нужно поставить после оранжевого. Оранжевое, синие. Дальше должно быть красное и зеленое. Красное после синего, зеленое здесь. У нас здесь стало красное. Поменяем на зеленое. И красное поставим на оставшееся место. Получился крест. Если довернуть, он сразу будет правильным. Собирать можно и другими способами. Главное, собрать. Как я сказал, войд кубы бывает разных расцветок и производителей. Если мы возьмем вот такой войд куб, то у него цветовая схема точно такая же, как у кубика рубика. Белый перед нами, синий, красный, зеленый, оранжевый. Если мы запомнили цветовую схему, то все хорошо и легко соберется. А если войд куб с неизвестной цветовой схемой и мы его в собранном состоянии, к примеру, не видели, он попал сразу перемешанным, то здесь несколько сложнее. Покажу, как это делать и тут и там. Войд куб лишен центров, поэтому начать сборку можно с любой грани. Ну, к примеру, здесь вот стоит оранжевое ребро. Мы знаем, если белая грань перед нами, оранжевый, следующий синий. Синий как раз недалеко. Повернем его в удобное положение. Вот оранжевый и после оранжевого должен стоять синий цвет. Оранжевый, синий. Дальше нужен красный цвет у ребра. Ищем красное ребро. Это зеленое, а вот красное. Оранжевое, синие, сюда красное. Ну и остается зеленое. Его нужно сначала переместить на второй слой. Чтобы не сломать, повернем верхнюю грань, подведем сюда, освободим место и поставим. У нас получился крест. Если мы уверены в правильности расцветки, то можно уже собирать дальше. Мы проверим. Белый, оранжевый, синий, красный, зеленый. Убедиться можно по какому-нибудь уголку. Вот белый уголок, направляем его белым к себе. Если слева оранжевый, то тут синий. Возьмем какой-нибудь еще уголок с белым цветом, тут белый. Если сверху красный, то следующий зеленый. Ну и так можно найти все. Если цветовая схема известна, то проще ее запомнить, ну если она стандартная, и сразу собирать ребра в правильном порядке. В случае, если у кубика расцветка незнакомая и здесь вообще нет белого цвета, можно выбрать другой цвет поярче, к примеру, синий, чтобы на камере было удобно смотреть. Вот одно ребро, вот другое ребро. Мы не знаем, правильно ли они стоят. Чтобы узнать, находим какой-нибудь уголок. Вот синий угол. Если слева золотой цвет, то сверху должен быть оранжевый. Вот у нас цвет золотой. Вот сюда, значит, должно быть оранжевое ребро с синим цветом. Ищем такое. Оранжевое с синим цветом. Вот оно, где мы собирали. Вот здесь. Вот золотой. Сюда ставим оранжевое. Не той стороной. Разворачиваем и устанавливаем. Получаем золотой цвет, оранжевый. Дальше нужно узнать, какой должен быть здесь. Ищем еще один синий уголок. Этот мы уже использовали. Вот здесь есть другой. Здесь зеленоватый цвет и розовый. Нам надо, чтобы был оранжевый. Еще один синий вот здесь. Как раз синий, оранжевый. Следующий должен найти вот такой вот желтый цвет. Ну, поставим после оранжевого желтый цвет. Он здесь. Ставим просто рядом. Ну и на оставшееся место ставим последнее ребро. Вот оно. Вот так. Если мы не знаем цветов, то ориентируемся по уголкам. Ставим одно ребро. Ищем уголок с таким же цветом и следующим. Ставим следующее ребро. Итак, продолжаем. Можно, конечно, в самом начале собрать четыре угла и посмотреть, какая расцветка. Но можно и вот так. После сборки правильного креста на кубике рубика мы собираем первый слой. Для этого крест отправляем вниз. Ищем на верхнем слое элементы с цветом креста. Здесь крест белый, поэтому находим элементы угловые с белым цветом. Угловые они на углах имеют три цвета. Находим какой-нибудь самый первый белый, зеленый, оранжевый элемент. Белый цвет есть, но помимо белого есть еще два. Зеленый и оранжевый. Мы должны сделать так, чтобы этот угол стоял между центров зеленым и оранжевым цветами. Красный, зеленый не подходит. Вращаем два нижних слоя. Зеленый, оранжевый подходит. Не обязательно, чтобы зеленый и оранжевый были именно в таком порядке. Они могут стоять наоборот. Главное, чтобы набор цветов здесь соответствовал вот этим, помимо белого. Если белый цвет направлен вправо, то мы делаем один пиф-паф. То те же самые четыре движения, что я показывал при сборке креста. Если белый цвет направлен вверх, то нужно сделать три пиф-пафа, убедившись, что цвета зеленый и оранжевый совпадают. Один пиф-паф, второй пиф-паф, третий пиф-паф. Уголок стоит на месте, и вот эти цвета совпадают. Если белый цвет направлен на нас, то можно сделать пять обычных пиф-пафов, либо один обратный. Поскольку voidCube вращается не очень хорошо, я предлагаю делать один обратный. Для этого мы движение обычного пиф-пафа делаем в обратную сторону. То есть начинаем с верхней грани по часовой, потом поднимаем правую, возвращаем в верхнюю и опускаем правую. Также уголок становится на место. Таким образом собираем все углы оранжево-синий, оранжевый-синий. Белый цвет на нас, делаем обратный пиф-паф. Синий-красный, оранжевый-синий, вращаем, синий-красный, опять обратный пиф-паф. И так далее. Если на верхней грани уголки кончились, а первый слой еще не собран, то может быть такое, что уголок стоит на месте на своем либо чужом, но не в правильной позиции. Чтобы уголок отсюда поднять, мы делаем один пиф-паф, после чего решаем, как до этого. Если белый цвет направлен вправо, то делаем еще один пиф-паф. Должна получиться вот такая картина. Вот эти цвета все одинаковые. На войд-кубе центров нет, поэтому мы будем ориентироваться на цвета ребер под ними. Мы правильный крест собрали. Управляем его вниз. Находим сверху уголок с белым цветом. Бело-зелено-оранжевый. Цвета зелено-оранжевый должны быть здесь. Синий-красный не подойдут. Здесь можем вращать как один нижний слой, так и два нижних слоя. Это не важно, потому что центров нет. Вот у нас зеленое ребро и оранжевое. Значит, бело-зелено-оранжевый угол ставим тремя пиф-пафами, так как белый цвет направлен вверх. Поднимаем, поворачиваем, возвращаем, поворачиваем. Это один пиф-паф, делаем еще таких два. Второй. Третий. Первый уголок стоит на месте. Ищем дальше. Вот у нас бело-оранжево-синий. Здесь должны быть оранжевый и синие цвета. Красный и зеленый. Вот оранжевый и синий. Делаем обратный пиф-паф. Готово. Продолжаем. На верхней грани кончились белые уголки. Смотрим, собрана ли нижняя грань. Не собрана. А значит белые углы находятся здесь, но не в правильной ориентации, либо не на своем месте. Чтобы достать вот этот угол, располагаем его справа и делаем обычный пиф-паф. Он поднимается наверх. Цвета синий и красный. Синий и красный. Подходят. Белый цвет вправо. Делаем один пиф-паф. Пиф-паф. Ищем дальше. Опять уголок на своем месте, но развернут неправильно. Делаем пиф-паф, чтобы его поднять. И смотрим, что получается. Белый цвет опять справа. Делаем один пиф-паф. Проверяем. Первый слой собран. Соберем первый слой и на другой версии. Здесь синий крест. Отправляем его вниз. Ищем сверху углы с цветом креста. Крест синий. Значит уголок тоже должен быть синим цветом. Вот уголок оранжево-золотой-синий. Значит нужны цвета оранжевый и золотой. Тут желтый и розовый. Не то. Вращаем нижний слой. Либо два нижних. Вот оранжевый и золотой. Синий цвет направлен вверх. Делаем три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Угол стоит на месте. Продолжаем. Угол синим цветом. Оранжевый и желтый. Оранжевый. Желтый. Повезло. Синий справа. Делаем один пиф-паф. Еще один синий появился. Цвета розовый и золотой. Вращаем. Розовый. Розовый. Желтый. Розовый. Золотой. Синий цвет направлен на нас. Делаем обратный пиф-паф. На пиф-паф. Проверяем. Проверяем. Еще один угол с синим цветом. Желтый. Розовый. Желтый. Розовый. Опять. Синий цвет направлен на нас. Делаем обратный пиф-паф. Первый слой собран. Для сборки второго слоя на кубике рубика используется алгоритм чуть длиннее. Мы начали с белого цвета, и все белые элементы находятся уже здесь. Значит, напротив должна быть желтая грань, так как цвет центра здесь желтый. Если мы знаем, что верхний цвет желтый, значит на втором слое желтых элементов быть не должно. Нам нужны элементы, не содержащие желтый цвет. К примеру, вот это сине-оранжевое ребро. Сейчас мы собираем ребра второго слоя. Сине-оранжевое мы совмещаем нижним цветом с боковым центром, а значит и с вот этим ребром. Вращаем два нижних слоя. Вот у нас три элемента в ряд. Далее смотрим. Верхний цвет оранжевый. Здесь справа красный центр, слева оранжевый центр. А значит ребро должно стоять здесь. То есть слева цвет оранжевый, центр оранжевый. Если ребро должно стоять слева, мы делаем алгоритм, который перемещает ребро отсюда налево. Выглядит он вот так. Отводим ребро в другую сторону, в правую. Поднимаем место. Возвращаем ребро. Возвращаем место. Получаем вот такую красивую пару. И вот этим белым цветом отводим ее назад. После этого поднимаем место передней гранью. Вот сюда вставляем пару. И возвращаем переднюю грань обратно. В итоге ребро становится куда нужно. Возможная зеркальная ситуация. К примеру, вот это сине-красное ребро совмещаем с центром. И видим, что красный цвет справа. То есть ребро нужно ставить направо. Делаем тот же алгоритм, но зеркально. Отводим влево, поднимаем справа, возвращаем, возвращаем. Получилась красивая пара. Белым цветом отправляем назад. Поднимаем место. Вставляем пару. И опускаем. И второе ребро стоит на месте. Если внезапно на верхнем слое ребра без желтого цвета закончились, а второй слой еще не собран, вероятно, нужные ребра стоят на втором слое. Это может быть ребро, которое стоит на своем месте, но перевернуто. Либо два ребра, которые стоят не на своих местах. В любом случае, правильное ребро нужно извлечь и потом поставить на свое место нужной стороной. Для этого вместо него нужно поставить любое другое. К примеру, вот это оранжево-желтое. Ставим отсюда, сюда. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Получаем вот такую пару, но некрасивую. Но все равно ее белым цветом отправляем назад. Поднимаем, вставляем, опускаем. В итоге ребро поднялось, и его можно поставить на свое место. Но его место оказалось слева. Делаем алгоритм налево. Таким образом, собираем ребра до конца. Осталось последнее. Одно тоже налево. Делаем такой же алгоритм. Должно получиться два собранных слоя. На вводе с правильной расцветкой мы делаем то же самое. Ищем ребра без желтого цвета. К примеру, вот зелено-красные. Зеленым цветом мы должны совместить с цветом центра. Но центров у нас нет, поэтому совмещаем с цветом креста. Вот это зеленый и вот этот. Два ребра одного цвета друг над другом. Далее проверяем по второму цвету. Красный. Он не здесь, он здесь. Опять проверяем по цвету креста. Значит, ребро нужно налево. Отводим вправо. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Отводим назад. Белым цветом. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. И опускаем. Получается вот такая картина. Зеленый с зеленым. Красный с красным. Совпадает. Ну и уголок тех же цветов. Перед тем, как собирать ребра второго слоя, можно проверить. Вдруг нам повезло, и какой-то из ребер уже стоит на втором слое. Но пока мы этого не видим. Сейчас вот все пока непонятно. Мы видим два ребра, которые без желтого цвета. А значит, если мы будем вращать нижний слой, то есть вероятность вот такого совпадения. То есть ребро уже стояло. Мы повернули нижний слой, и оно совпало с уголком. Ну и с крестом. Можем посмотреть и вот это. Здесь не повезло. Ребро развернуто. Ну, значит, мы остановимся вот на этом. Так бывает. Этим можно пользоваться. Ну, как только мы одно поставили, дальше ставим по тому же принципу при помощи алгоритмов. Зелено-оранжевое. Зеленый-зеленый совпадает. Оранжевое, очевидно, справа, так как здесь оранжевое ребро. Делаем алгоритм. Здесь можно использовать и другие алгоритмы. Центров нет. Они не развернутся. Так получилось уже два ребра. Ищем еще. Вот есть красно-синее. Располагаем над красным ребром. Синий цвет слева. Отводим вправо. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Пара. Белым цветом назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. Опускаем. Ну и остается у нас, видимо, еще одно ребро. Синий-оранжевое. Ставим над синим цветом. Оранжевый получается слева. Опять по цвету. Вот это уже собранные ранее можно смотреть. Отводим вправо. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Отводим белым цветом назад. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Два слоя. Собрано. Делаем то же самое на нестандартной версии. Допустим, мы не знаем, какой цвет напротив синего. Поэтому нужно ориентироваться вот на эти цвета. То есть искать ребра нужного цвета. Здесь вот желтый, здесь розовый. И нужно найти сверху желто-розовое ребро. Вот такое. Но прежде чем его поставить на свое место, давайте просто повращаем нижний слой. Вдруг какой-то уже удачно стоит. Пока нет. Вращаем еще. Снова нет. Третий раз. О, одно стало на место. Уже хорошо ставить меньше. Ну и вернемся к нашему розово-желтому ребру. Боковой цвет располагаем над цветом креста. Желтый-желтый. Розовый справа. Значит, ставим ребро направо. Для этого отводим налево. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Здесь синий цвет вместо белого. Значит, отправляем синим цветом назад эту пару. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. И опускаем переднюю грань. Второе ребро на месте. Дальше. Допустим, здесь розовый и золотой цвета. Розовое и золотое ребро найдем вот здесь. Располагаем розовый над розовым. Золотой будет справа. Ставим ребро направо. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Синим цветом назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем. Возвращаем. Хорошо. И остается золото с оранжевым. Оранжево-золотое ребро. Оранжевый с оранжевым. Совмещаем. Золотой слева. Ну и ставим налево. Получилась пара синим цветом назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем. Опускаем. Уже два слоя собраны. Дальше на кубике рубика нужно собрать крест на верхней грани. Здесь он желтый. Он может быть чистым. То есть рядом с центром четыре ребра могут быть какие-то углы. Углы пока нам не важны. Главное, чтобы ребра нужным цветом были направлены вверх. Возможно три ситуации. У нас два правильно ориентированных ребра. И они находятся напротив. Желтые ребра правильно ориентированы. Мы располагаем так, чтобы одно было слева, другое справа. Не вот так вот спереди и сзади. А именно слева и справа. Из такого положения мы поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. И делаем пиф-паф. После чего возвращаем переднюю грань. И получится крест. Палка может выглядеть и иначе. Здесь могут быть развернуты какие-то углы. Но углы можно закрыть пальцами и смотреть только на ребра. Если два ребра слева и справа правильно ориентированы, то это палка. Другая ситуация. Это галка. Также два ребра правильно ориентированы. Но они находятся рядом. Мы располагаем одно слева, другое сзади. Не так. А именно вот так. Слева и сзади. После чего также делаем движение передней грани по часовой стрелке. Только теперь уже обратный пиф-паф. И возвращаем переднюю грань на место. Также получаем крест. Менее приятная ситуация это точка. Когда правильно ориентированных ребер нет. Углы могут быть произвольные. Желтые и не желтые. Но нам главное ребра. Если углы закрыть пальцами, то ребер желтых нет. В этом случае мы из любого положения. Сначала делаем алгоритм для палки. Передняя грань. Пиф-паф. Возвращаем переднюю грань. И получаем галку. Здесь какой-то лишний уголок. Если закрыть пальцами, то мы видим два правильно ориентированных ребра. Ставим галку в нужное положение. Слева и сзади. И делаем алгоритм для галки. Передняя грань. Обратный пиф-паф. И возвращаем переднюю грань. Это тоже крест. Да, два угла здесь как-то уже правильно стоят. Но мы пока смотрим только на ребра. Как выглядят эти же ситуации на ввод кубе? Перед нами палка. Закрываем пальцами углы. И видим два правильно ориентированных ребра. И стоят они напротив. Располагаем одно слева, другое справа. И делаем алгоритм для палки. Поворачиваем переднюю грань. Пиф-паф. И возвращаем переднюю грань на место. Желтого стало сильно больше. Но если закрыть углы пальцами, то мы видим четыре желтых ребра. А это крест. Другая ситуация. Опять закрываем углы пальцами. И видим два правильно ориентированных ребра. И стоят они рядом. Они напротив. Располагаем одно слева, другое сзади. И делаем алгоритм для галки. Передняя грань. Обратный пиф-паф. И возвращаем переднюю грань. Проверяем. Крест. Есть. И вот такая ситуация. Какие-то желтые элементы есть. Но если углы закрыть пальцами, то ни одного желтого ребра. Это точка. Сначала делаем алгоритм для палки. Передняя грань. Пиф-паф. Возвращаем переднюю грань на место. Получаем два правильных ребра. Это галка. Слева. И сзади располагаем. Делаем алгоритм для галки. Получаем крест. На кубике с неизвестной расцветкой мы поначалу не знаем, какой цвет должен быть сверху. Поэтому непонятно, какие ребра правильно ориентированы, а какие нет. И узнать это можно методом исключения. Вот сверху есть разные цвета. Посмотрим. Уголок. Оранжево, зелено, желтый. Есть ли все эти цвета на боковых гранях? Оранжевый. Есть. Зеленый. Зеленого нет. Желтый. Есть. И раз нет зеленого, значит зеленый должен быть сверху. То есть мы берем любой угол. У него три цвета. Два из них должны быть по бокам. А тот, которого по бокам нет, значит должен быть на верхней грани. Это можно было определить и раньше, но раньше без этого можно было обойтись, ориентируясь на вот эти цвета первого слоя. А значит мы знаем, что верхний цвет зеленый. Закроем углы пальцами и видим, что у нас два правильно ориентированных ребра. И находятся они напротив. Располагать их нужно не так, а именно горизонтально. Слева и справа. Делаем комбинацию для палки. Остальные показывать не буду. Пиф-паф. И возвращаем в переднюю грань. Проверяем. Крест готов. После сборки креста на кубике рубика нужно развернуть оставшиеся уголки. Может потребуется разворот двух уголков, трех или даже четырех. Для разворота мы опрокидываем кубик желтой гранью налево и смотрим на элемент, который находится сверху, слева, сзади. Если у него нужный цвет, в данном случае желтый, находится сзади, то делаем два пиф-пафа. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. После чего проверяем, что все развернулось хорошо. Что здесь перемешивается не страшно. Главное кубик не перехватывать. Нельзя делать вот так. То есть как взяли, так и держим. Вращаем только левую грань. Этот уголок развернулся. Подворачиваем следующий. Он хороший. Следующий. Он тоже хороший. Последний. Нужно развернуть. Но желтый цвет направлен вверх. В этом случае делаем четыре пиф-пафа. Один. Два. Три. Четыре. Проверяем. Все хорошо. И эта часть тоже восстановилась. Крутим пиф-паф до тех пор, пока все углы желтой грани не развернутся. Стандартный лейт куб. Здесь тоже два уголка нужно развернуть. Прокидываем налево. Смотрим на этот уголок. Здесь желтый направлен вверх. Значит, делаем четыре пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Четвертый. Развернулось. Этот уголок пропускаем. Этот. Смотрим желтый сзади. Значит, делаем два пиф-пафа. Один. Второй. Проверяем. Тут все хорошо. Тут восстановилось. Желтая грань собрана. Здесь крест зеленый. Значит, мы будем смотреть на зеленые цвета уголков вместо желтого. Поворачиваем налево. Зеленый цвет сзади. Делаем два пиф-пафа. Один. Второй. Проверяем. Развернулся. Подворачиваем следующий. Куб не перехватываем. Зеленый сверху. Делаем четыре пиф-пафа. Это два. Три. Четыре. Подворачиваем следующий. Зеленый цвет сзади. Делаем два. Один. Второй. Ну и четвертый уголок. Зеленый цвет сверху. Делаем четыре. Один. Второй. Третий. Четвертый. Здесь восстановилась. И зеленая грань готова. Далее на кубике рубика собираются ребра третьего слоя. Проверяем, как они располагаются. Зеленое ребро с зеленым центром совпадает. То есть стоит правильно. Оранжевое тоже. Красное нет. Синее нет. Если изначально у нас совпадает только одно ребро или вообще ни одного, нужно верхнюю грань вращать до сих пор, пока не будет совпадать два. Нам нужно, чтобы совпадало два ребра, сейчас одна, и они находились рядом. Они также могут находиться напротив, но тогда предложенную комбинацию нужно будет сделать дважды. Если находится рядом, мы располагаем одно ребро правильное сзади, другое слева, и делаем алгоритм из метода для начинающих. Для тех, кто знает язык вращения, формула будет написана внизу экрана, но можно просто повторять движение. Правую грань на себя, верхнюю грань вращаем дважды, неважно в какую сторону. Правая грань от себя, верхняя опять дважды. Правая грань на себя, передняя по часовой стрелке, пиф-паф. Правая на себя, передняя против часовой стрелки, правая дважды. И доворачиваем верхнюю грань против часовой стрелки. Получаем, что все ребра на своих местах. В случае, если два правильных ребра оказались напротив, мы можем использовать алгоритм TPERM, который я показывал в методе для начинающих, либо предыдущий алгоритм сделать дважды. Для этого мы сначала делаем его из любого положения, потом находим два правильных ребра, ставим слева и сзади, и повторяем. За два применения будет тот же эффект. Либо делаем TPERM, который я сейчас покажу. Ставим правильные ребра перед собой и сзади, и делаем следующее движение. Пиф-паф. И за один алгоритм ребра становятся по местам. Использовать его не обязательно, можно сделать предыдущий алгоритм дважды. Сделаем то же самое на Void. Видим, сейчас ребра не совпадают, а совпадение мы смотрим не с центрами, которых нет, а с ребрами нижнего слоя. Красный не совпадает, синий-зеленый тоже нет, но и здесь тоже. Хорошо. Вращаем. Красный-синий нет. 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 Вращаем еще. Красный совпал. Ой, зеленый совпал. И оранжевый совпал. И синий совпал. Так тоже бывает. Это значит, что этап собрался сам, и его можно пропустить. Но допустим, что нам не так повезло. Зеленый совпадает, оранжевый нет, красный нет, синий нет. Вращаем. Зеленый нет, оранжевый нет, красный – да, синий – да. Располагаем сзади и слева и делаем алгоритм для перестановки ребер. Правая на себя, верхняя грань дважды, от себя, верхняя опять дважды, на себя, передняя по часовой, пиф-пау. Правая на себя, передняя против часовой, правая дважды, неважно в какую сторону, и доворачиваем верхнюю. Зеленый совпадает, красный – тоже, синий – тоже, и оранжевый. Ребра собраны. На этом кубике также проверяем. Золотой с розовым не совпадает, розовый с зеленым – нет, оранжевый – да, этот – нет. Вращаем. Золотой и розовый совпали, оранжевый – нет, и этот – нет. Два совпали, нам этого достаточно. Располагаем сзади и слева, делаем алгоритм. На себя, вверх два раза, от себя, вверх два раза, на себя, по часовой переднюю грань, пиф-пау. На себя, передняя против часовой, правая дважды, доворот. Проверяем. Все ребра собрались. Далее, на кубике рубика, нужно собрать углы. Для этого мы опрокидываем желтую грань на себя, и ищем уголок, который находится на своем месте. Выглядит это вот так, все цвета совпадают. Располагаем его слева, спереди, сверху, и делаем алгоритм, переставляющий углы. Правая от себя, вверх против часовой, правая от себя. Низ дважды, правая на себя, вверх по часовой, правая от себя. Низ дважды, правая дважды. Либо с первого, либо со второго раза соберется. В случае, если правильного уголка нет, держим желтую грань перед собой, делаем тот же самый алгоритм из любого положения. После выполнения, правильный уголок появится. Располагаем его слева, и повторяем алгоритм еще один или два раза, как повезет. И куб соберется. Но если у нас бывает куб, углы могут не собраться. Давайте посмотрим, как это бывает. Ребра собраны. Углы пока стоят как-то неправильно. Ни одного хорошего уголка нет. Держим желтую грань перед собой. Делаем тот же алгоритм. Проверяем. Все равно ничего не получилось. Делаем еще раз. Смотрим. Хорошо стоит, хорошо стоит, а эти два нет. То есть нам необходимо поменять два угла местами. Они могут стоять вот так, либо по диагонали. В обоих случаях это void паритет, который нужно решать дополнительным алгоритмом. Если такое возникло, то сколько вы не вращаете алгоритм, который я только что показал, у вас куб не соберется. Это происходит из-за того, что нет центров, и мы начинаем собирать белую грань на произвольном месте. И вероятно мы не угадали, где она должна была быть. Чтобы решить, мы делаем нехитрую комбинацию из семи пиф-пафов. Переворачиваем куб кверх ногами и делаем семь пиф-пафов. Но каждый раз дополнительно перехват. Один пиф-паф, перехват вот так. То есть чтобы правая грань стала передней. Называется на языке вращений Y. Второй пиф-паф, и еще перехват. Третий пиф-паф, перехват. Четвертый пиф-паф, перехват. Пятый пиф-паф, перехват. Шестой пиф-паф, перехват. Седьмой пиф-паф, перехват. Смотрим, что получилось. Кажется, что все испортилось. Но ребра переместились на один шаг. Если мы сделаем такой же алгоритм на кубике робика, то увидим следующую картину. Я сделаю чуть побыстрее. Это 4, 5, 6, 7. 7 пиф-пафов. У нас центры вместе с ребрами верхнего слоя переместились по часовой стрелке. Но их взаимное расположение не поменялось. Синий и зеленый напротив, оранжево-красный напротив, да и порядок правильный. Поэтому здесь мы можем просто сделать доворот против часовой стрелки, и все ребра встанут на место. И останется просто переставить уголки. Здесь наверняка уже один будет стоять правильно. Старым алгоритмом дорешиваем. Если не собралось первого раза, повторяем. И все собирается. На войд кубе незаметно перемещение центров, которых нет. Поэтому картинка становится хорошей. Посмотрим на нашем войде. Что здесь? Ребра стоят на местах. Прокидываем на себя. Видим уголок хороший. Располагаем его слева сверху. Делаем стандартный алгоритм. С первого раза не собралось. Собралось со второго. Паритета не было. Проверим на этом. Здесь вместо желтой грани зеленая. Уголок стоит хорошо. И второй хорошо. Если два угла стоят правильно, то либо у нас вся грань зеленая будет собрана, либо будет паритет. Но вот эти два угла нужно менять местами. А значит у нас сразу паритет. Даже стандартный алгоритм для углов вращать не пришлось. Переворачиваем зеленый вниз. И делаем 7 пиф-пафов с перехватом. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. И смотрим, что получилось. Произошло смещение. Доворачиваем верхнюю грань против часовой стрелки. Видимо, один уголок на месте. остается переместить углы по местам их три значит нормальный алгоритм он нам поможет зеленую грань держим перед собой и выполняем нужные движения с первого раза не получилось повторяем и теперь void club собран покажу альтернативный алгоритм для решения void паритета возможно они будут полезны еще раз покажу стандартный алгоритм мы переворачиваем верхней гранью вниз делаем пиф-паф перехват пиф-паф перехват и так 7 раз можно даже не считать следить когда соберется верхняя грань получаем эффект а вот такой те же самые движения можно делать без перехвата но тогда мы 7 раз повторяем не не просто пиф-паф а r u r штрих и вместо у штрих мы делаем dv штрих то есть два нижних слоя против часовой стрелки r u r штрих dv штрих на скорости это как раз вот так выглядит по факту то же самое возможно держать удобнее это две версии одного и того же но в некоторых случаях будет полезен другой алгоритм особенно если собирать не по методу для начинающих а фридрихом либо собирать сначала углы и потом смотреть на ребра к примеру есть алгоритм который переставляет два вот этих ребра только их ну центров мы не видим делается следующим образом м штрих у м штрих у м штрих у штрих м штрих у штрих в итоге с этих сторон все также эти два поменялись местами если сделать еще раз то паритет решится то есть если у вас вдруг возникла вот такая ситуация при любом способе сборки вы спокойно можете поменять вот эти два ребра м штрих у м штрих у м штрих у штрих м штрих у штрих м штрих у 2 м штрих у штрих м штрих у штрих и куб собирается для закрепления покажу три примера сборки два стандартным методом для начинающих и один продвинутым методом где можно использовать и фридрих начнем с ввод куба стандартной расцветки сначала собираем белый крест не знаю порядок цветов после синего должен идти красный он здесь синий красный дальше зеленый и четвертый оранжевый получаем крест поворачиваем его вниз ищем белые уголки сверху белый синий красный нашелся синий красные цвета на месте делаем обратный пиф-паф дальше синий оранжевый уголок его место здесь располагаем над ним делаем три пиф-пафа 1 2 3 появился еще один уголок бело-красно-зеленый цвета не те подворачиваем белый цвет справа делаем один пиф-паф ищем дальше вот нас белый зеленый оранжевый вращаем либо два нижних либо один нижний слой здесь неважно и белый цвет на нас делаем обратный пиф-паф первый слой собран начинаем собирать второй видим на нем три желтых ребра и только одно не желтые оранжево-синие проверим вдруг она совпадет и да она совпала это хорошо ставим остальные оранжево-зеленые цвета совмещаем отводим зеленый цвет слева ставим значит налево есть одно дальше красно-зеленые зеленый цвет справа ставим направо так и осталось еще одно синий красный стоит там где нужно красный справа пара белым назад передняя грань возвращаем возвращаем два слоя готовы здесь у нас крест сам собрался такое бывает значит это пропускаем допустим нам не так повезло и креста у нас нет есть вот два правильно ориентированных элемента это палка полагаем слева справа делаем переднюю грань по часовой пиф-паф и против часовой теперь крест появился прокидываем его налево и разворачиваем углы здесь 4 пиф-пафа 1 2 3 4 развернулась хорошо куб не перехватываем подворачиваем левую грани следующий здесь желтый сзади делаем еще два первый второй все только два угла надо было разворачивать ищем правильные ребра не вижу одно только одно только два красное и зеленое сзади и слева располагаем делаем алгоритм для ребер на себя вверх два раза от себя вверх два раза на себя перед по часовой пиф-паф правое дважды до ворот смотрим на уголки два угла стоят на местах два нет это паритет желтую грань прокидываем вниз делаем 7 пиф-пафов с перехватами это решает паритет один пиф-паф перехват второй перехват третий перехват четвертый перехват пятый перехват шестой перехват седьмой перехват а здесь все собралось доворачиваем верхнюю грань и смотрим уголок один на месте а три нет желтую грань на себя переставляем стандартным способом три уголка с первого раза не собралось можно конечно использовать обратный алгоритм если вы им владеете так первый куб собран собираем второй давайте начнем опять синего цвета опять будем вспоминать где какие цвета стоят ну вот удобно здесь уголок рядышком золотой справа значит слева должен быть розовый ищем синий розовый ставим его рядом с этим у нас уголок уже на место встал дальше ищем еще какой-нибудь синий уголок вот здесь есть золотой и оранжевый то есть после золотого должен быть оранжевый золотое ребро стоит это желтое значит оно тогда будет вот здесь а на это место ставим оранжевое ребро и вот получился крест ну учитывая что один уголок стоит значит он пока правильный попробуем поставить остальные если вдруг пойдет что-то не так можно поменять оранжево золотой оранжево золотой вот как раз нужные места цвета совпадают если уголок встанет не так значит мы ребра перепутали делаем три пиф-пафа так как синий был сверху все было хорошо оказывается так дальше розово-желтое это не здесь вращаем нижний слой это здесь синий справа один пиф-паф ну и остался один уголок оранжево-желтый как раз там где надо тоже один пиф-паф дальше проверяем стоит ли что-то на своих местах ну мы уже помним что напротив синего должен быть зеленый цвет и вот это зеленое нам никогда на место не встанет это тоже и это тоже надежда только вот на это но оно к сожалению стоит развернуто и как я говорил если ни одного ребра на место не встало то вот это развернуто лучше сдвинуть чтобы его потом мучительно не доставать ищем ну оранжево-желтое оно стоит здесь значит его пока пропускаем желто-розовое ищем наверху оно как раз там где надо и находится ставим направо розовое справа пара отводим переднее вставляем вставляем ребро есть дальше здесь розово-золотое ищем вот розово-золотое золотое справа делаем то же самое и ставим на место так следующие золотой и оранжевый цвета оранжевый и золотой вот золотой вот оранжевый опять направо так все хорошо и ставим на место и осталось последнее оранжево-желтое ну получили что все алгоритмы одинаковые так ставим на место два слоя собраны сверху мы уже поняли что зеленые должны быть цвета ну либо мы смотрим на уголок напомню у него три цвета два будут на боковых гранях а третьего не будет ну вот зеленого на боковых гранях нет значит верхний цвет зеленый два ребра зеленых слева и сзади ставим это галка делаем алгоритм для галки так получился крест прокидываем его налево и нужно вот эти углы развернуть зеленый сзади делаем два пиф-пафа один второй подворачиваем следующее здесь зеленый сверху делаем четыре один второй третий четвертый зеленая грань собрана ищем правильные ребра одно правильное и одно правильное напротив а здесь можно делать стандартный алгоритм для перестановки ребер дважды либо tperm я сделаю tperm так как это быстрее правильные ребра спереди и сзади делаем пиф-паф на себя переднее по часовой два раза и несколько нехитрых движений получаем угол на месте угол на месте нет нет перед нами вводит паритет зеленую грань управляем вниз делаем семь пиф-пафов с перехватами один второй третий четвертый четвертый пятый шестой седьмой переворачиваем делаем доворот проверяем угол не тот не тот не тот три неправильных и один правильный зеленую грань держим перед собой делаем стандартный алгоритм для перестановки углов опять с первого раза не повезло делаем еще раз ввод куб собран ну и собираем третий куб а здесь уже будем использовать немного фридриха чтобы собирать побыстрее крест значит снизу зеленый оранжевый красный дальше F2L для фридриха видим вот такую вот конструкцию и сразу можем пару поставить но желательно только в свой слот между красными и зелеными ребрами дальше синие красные вот здесь должны стоять ставим дальше видим зелено-оранжевую трехходовку ставим ее сюда и вот эту пару сине-оранжевую ставим в передний слот это для тех кто знает фридрих OLL знакомый можно его собрать сразу и после уже определять PLL если PLL знакомый да как этот то его можно сразу решить в один этап здесь паритета не было если бы был то мы бы не определили PLL и можно было бы собрать сначала углы а потом ребра допустим вот такой вот у нас получился PLL такого не существует в Фридрихе можно сделать какой-нибудь алгоритм который что-то соберет ну к примеру углы можно сделать лямбду или PTPR и после уже разбираться ребрами как раз вот здесь вот будет полезен алгоритм который переставит два ребра располагаем их сзади и справа и делаем M'U 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 M'U' 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 и все собирается в итоге voidCube это интересная головоломка который можно собирать на базе 3х3 но важно разобраться своим паритетом бывает в разных видах стандартная расцветка нестандартная либо можно сделать самому из кубика робика конечно самодельный из хорошего кубика будет вращаться лучше но классические все таки с отверстиями и без крестовины вращаются они гораздо тяжелее тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока